Это называют цикадокалипсисом. И хотя у них красные устрашающие глаза, насекомые из этой группы, известные под названием магические или периодические цикады, не кусаются, не переносят болезни и не представляют опасности для экосистем, хотя они довольно громкие. Взрослые цикады живут всего несколько недель, выходя из-под земли, чтобы спариться и отложить яйца на деревьях, после чего умирают. Молодые насекомые, называемые нимфами, вылупляются из яиц через несколько недель, падают на землю и зарываются в нее. Нимфы проводят много лет в почве, питаясь корнями растений, прежде чем все они одновременно выходят из-под земли, превращаются во взрослых особей и начинают цикл заново. Не все периодические цикады появляются в одни и те же годы. Тех цикад, которые появляются через одинаковые промежутки времени в одних и тех же географических точках, называют выводками. В районе, охватывающем большую часть Востока США, встречается более десятка выводков. Два самых крупных из них появляются одновременно. Последний раз эти два выводка появлялись вместе в 1803 году. Это связано с тем, что один из выводков появляется только раз в 17 лет, а другой – раз в 13 лет. Два простых числа. Таким образом, совпадение появления обеих популяций происходит лишь раз в 221 год. В 2024 году в США на поверхность вышли до триллиона насекомых. А в следующий раз эти два больших выводка цикад появятся одновременно только в 2245 году.